Следующий вопрос, аль-тюстахады уедает от Никахбель-Восылья, говорит, если опекун женщины, допустим, ее отец, скончался и перед смертью написал завещание, в котором указал, что ее опекуном должен быть такой-то и такой-то человек. То есть, допустим, если у женщины есть, как мы говорим, отец, и есть дед. В своей основе, если отец скончается, то кто становится опекуном этой женщины? Ее опекуном становится ее дед, то есть следующий по списку, что называется. Но если произошло такое, что отец перед тем, как умирал, написал завещание, сказал, я оставляю завещание, чтобы опекуном моей дочери был не ее дед, а был ее брат, допустим, или ее сын, например, или ее дядя, то годится ли такое уполномочивание, которое не является прямым уполномочиванием, но является уполномочиванием через завещание? Или такое уполномочивание считается недействительным? Некоторые из ученых, это первое мнение в этом вопросе, считают то, что опекунство в вопросах никаха может передаваться от опекуна к другому человеку по завещанию, так же, как оно может передаваться по уполномочиванию. И это мнение Хасана Аль-Басри, а также Хаммада, а также Ивана Малика, а также Ивана Махмада в одном из работах от него, а также Рабиа. В Ападу они сказали, как я джузу лаул васы, я бьювилляйтин маль, показали, как я джузу лаул васы, я бьювилляйтин тазвыч. Какова их фургментация? Сказали, так же, как он может оставить завещание и назначить в этом завещании распределитель его имущества, так же он может назначить в своем завещании того, кто будет опекуном его дочери или его подопечной. Говорит, и второе мнение в этом вопросе, это мнение большинства ученых, то, что уполномочивание в вопросах никаха не берется из завещания, то есть завещание не играет роли в этом. Но, почему? Потому что вопрос опекунства и его порядок, и его список, что называется, установлен, шаряк. Поэтому, если первый опекун скончается или будет лишен прав опекунства, то опекунство автоматически переходит ко второму человеку. То есть, здесь у нас что получается? Как мы говорили ранее, на первом уроке, на первом вопросе сегодняшнего урока, то, что список опекунства составлен в шаряке, установлен в шаряке. Сначала отец, потом дед, потом сын, потом муд, потом брат и так далее. Так вот, если первый опекун, в нашем случае отец, скончается, то опекунство по факту смерти автоматически переходит куда? Автоматически переходит к следующему опекуну по списку, то есть к деду. Если такового нет, тогда к сыну, если такового нет, тогда к брату и тому подобное. Или точнее, к внуку, а потом уже к брату и тому подобное. Так вот, поэтому здесь волосые завещания, которые остаются после умершего человека, не успевают вступить в силу так, что в шаряке уже автоматически опекунство переходит к другому человеку. Поэтому большинство ученых сказали, что в данном случае передача прав опекунства по завещанию в завещании не является действительной. Но опекунство переходит к следующему человеку по списку, который установлен в шариате. И третье мнение в этом вопросе это мнение некоторых хамболитов, которые сказали, что можно передать опекунство по завещанию, если у нее нет никого из родственников по мужской линии. То есть допустим у девушки есть отец. И больше никого из родственников по мужской линии мусульман у нее нет. Теперь отец умирает и оставляет завещание. И говорит в своем завещании, я передаю опекунство на моей дочери, такому-то моему другу, или такому-то моему знакомому, или моему товарищу, или моему соседу и тому подобное. Некоторые хамболиты сказали, что это позволяется. То есть из этого получается, что по мнению третьему, если у женщины есть кто-то из родственников по мужской линии, то такая передача является недействительной. Говорит, и Шейх админ Саймин также выбрал в этом вопросе мнение второе, то есть мнение большинства ученых. А это то, что опекунство не передается по завещанию. Потому что до вступления в силу завещания, опекунство уже автоматически переходит от завещателя, кому от первого опекуна, сразу ко второму опекуну по списку. Говорит, и это мнение кажется наиболее верным в этом вопросе. И естественно, если отец, допустим, все-таки оставил завещание и сказал, что я оставляю завещание, чтобы опекуном на моей дочери был такой-то, а у нее есть еще дед, затем отец скончался, а дед все еще живой. И потом сам дед разрешил и сказал, хорошо, я согласен с этим завещанием, пусть это опекунство будет действительно на том человеке, на котором, или на которого его перевел ее отец. Тогда это завещание будет действительное, и это опекунство будет действительно. Почему? Потому что здесь уже получается, что второй шариатский опекун дал свое разрешение и дал свое полномочивание этому человеку. Вот это иначе так же понятно. Давайте сегодня на этом вопросе завершим. Почему? Потому что со следующего вопроса начинается или начинается цикл других вопросов, которые касаются описания опекуна. То есть, какими качествами должен описываться опекун, должен ли он быть мусульманином, совершеннолетним, должен ли он быть религиозным, или можно так же, чтобы опекуном был грешный человек и тому подобное. Должен ли он быть свободным, или опекуном может быть даже раб и так далее. Поэтому этот цикл вопросов оставим иншаллах на следующий вопрос. Субхану Аллаху и Абхамди.